В эфире Вестник Северодвинска и мы продолжаем. Несоленый рассыпчатый рис палочками и на скорость накануне ели жители Северодвинска, чтобы победить в конкурсе на поедание суши. Такими были условия только первого тура чемпионата. За всеми этапами наблюдала и, кстати, тоже участвовала в соревновании моя коллега Евгения Карелина. В первом туре открытого чемпионата по поеданию суши пробовать японские изделия никто не предлагает. Для начала необходимо съесть вот такую порцию риса. Палочки, стакан воды – такие правила. Так организаторы проверяют профессионализм участников. Съесть рассыпчатый несоленый рис палочками, запивая одной водой, отважились 16 участников. В первом туре Александр стал одним из лидеров. С рисом справился за 10 секунд. Во втором туре задание усложнилось. Вместо одной порции риса – суши, васаби и имбирь. Запить все надо соевым соусом. Из девяти справились только четверо участников. Евгений говорит – помогла Вера в победу. Готовился, целую неделю ел, чтобы было место в шоке. Пришел первый раунд, и в нем надо было съесть порцию риса. И я, когда набил рот, понял, что жевать сложно, и нужно пить воду, и глотать. И тогда только можно выиграть. И это мне помогло, и я прошел финал. Я испытал такие ощущения, такие эмоции по поеданию самих суши, самого васаби. Конечно, было сложновато поедать рис, так как он был немного суховат, без соли, без каких-либо добавок. Но в основном все прошло отлично, все проскочило, как по маслу. Все было шикарно. Не спроста, у меня цифра один. Теперь, видимо, ребятам придется голодать еще пару недель. Впереди финал чемпионата по поеданию суши. В результате отборочных туров туда попадут 8 молодых людей и девушек. Такая идея пришла работникам одной из фирм по доставке японских блюд. Нормативов по скорости и рекордов организаторы пока не выявили. Конкурс пока проходит в тестовом режиме. Такого в области еще не было. На данный момент весь мир захвачен фактически различными видами поедания чего-либо. Мы решили сделать подобное мероприятие здесь, в рамках первого открытого чемпионата, для того, чтобы как-то разнообразить то, что делается в городе, принести какой-то интерес. Финал чемпионата пройдет 5 апреля. Участники будут бороться за денежные призы. Что придется поедать? Организаторы держат в тайне. Но это точно будет японская кухня. Ведь на чемпионате собрались только ее преданные поклонники. Евгения Карелина, Семен Тарасов, Вестник Северодвинска.